В Ак-Тубе отец ребенка с особыми потребностями жалуются на то, что им отказали в услугах инво-такси. Поэтому шестиклассник в этом учебном году еще ни разу не посещал занятия в школе. Ерик Нургалиев уверяет, что обращение в госорганы и прокуратуру не дало никаких результатов. Эльмира Ержанова расскажет подробнее. 12-летний Бейбарас Абдукаримов с начала учебного года ни разу не был на занятиях. По словам отца, ребенок вынужден пропускать уроки, так как их семьи отказали в услугах инво-такси. Хотя весь прошлый год мальчика возила машина от фонда поддержки парализованных граждан города. Услугами инво-такси с прошлого года пользуемся. Возили под мою расписку, в которой я указал, что сам несу ответственность за сына. А в этом году нам отказали в такси. Сказали, что могу идти жаловаться куда угодно. А как же права и защита инвалидов? У Бейбарса с рождения левая нога короче правой на 4 сантиметра. Поэтому ребенок с трудом передвигается, несмотря на специальную обувь. По словам школьника, он мечтает побыстрее пойти на занятия. Ведь почти всю первую четверть он просидел дома. В школу ходить хочу, но нога болит очень сильно. Падаю часто, колени разбиваю до крови. Трудно, когда грязь на улице и зимой. Прошу очень дать мне инво-такси. В фонде поддержки парализованных граждан объяснили отказ от услуг инво-такси тем, что у Бейбарса Абдукаримова нет сопровождающих из числа взрослых. А нести ответственность за ребенка с инвалидностью водитель не может. В дороге могут случиться непредвиденные обстоятельства, например, авария. Школьник может упасть, либо испугаться незнакомого водителя. Поэтому без родственников перевозка под запретом. Исходя из правил, из закона о том, что перевозки не подлежат без сопровождения детей инвалидов. Поэтому данному правилу подчиняются и многие дети инвалиды. Родители стараются сопровождать своих детей. И мы считаем, что прежде всего мы должны заботиться о самом ребенке. В фонде поддержки инвалидов говорят, что место за мальчиком в списке нуждающихся в перевозке сохранено. И это несмотря на огромную нагрузку. В месяц услугами восьми инво-такси пользуются 120 взрослых и 100 детей с инвалидностью. Эльмира Ержанова, Жомарт Кудайбергенов, Инфорумбюро, Октябрьевская область. Субтитры сделал DimaTorzok